И опять же, глазами тех людей они считают рациональным использовать 28 миллиардов на поддержку обменного курса тенге, чтобы прошли выборы и прошли все необходимые праздники, а затем уже смысла нет. Да, политические мотивы, они иногда бывают настолько, как говорится, важны, что ради них никакой экономики не жалко. Все-таки сначала политика, потом. Конечно, конечно. Никогда не бывает так, чтобы экономика была впереди политики. И если у нас об этом говорили, то говорили только с одной целью, чтобы, как говорится, люди не лезли в политику и верили в то, что им говорят. В свое время, когда существовали частные пенсионные фонды, их упрекали в том, что низкая доходность, очень большие средства идут на содержание забюрократизированного аппарата. Вот сейчас, когда деньги переданы в один фонд и прошло уже полутора лет, как вы думаете, можно ли делать какие-то промежуточные, пусть даже выводы, стало ли лучше, стала ли лучше доходность? Как известно, как известно, с момента в 2013 году, когда в январе месяце 2013 года президент только еще устно только выразил... Кстати, это было на одном из расширенных заседаний. Да, устно только выразил как бы свое согласие с тем, что фонды можно объединить в один единый пенсионный фонд. До момента, как действительно это начало происходить, там год, по-моему, или больше даже, я весь этот год, как вам известно, я кричал на всех углах, шумел в прессе, в газетах, что этого делать нельзя. То есть, я всегда был противником слияния частных пенсионных фондов в единый какой-то, в один большой этот. И, в принципе, я ими и остаюсь. Я считаю, что это была ошибка. Но поскольку это уже дело произошло, ну, что махать, как говорится, руками после того, как уже все состоялось, да? Слияние всех пенсионных фондов состоялось, единый пенсионный фонд функционирует. Теперь вы ставите вопрос, стало ли лучше. Смотрите, разве изменилось то поле, на котором, скажем так, паслись эти 12 пенсионных фондов небольших? Или там сейчас пасется один слон под названием ЕНПФ, а под поляной я имею в виду нашу казахстанскую бирну. Вы знаете, она изменилась в худшую сторону. Вот, вот, вот. То есть, она изменилась даже в худшую сторону, правильно? А поэтому, с точки зрения, если мы логически последуем дальше, откуда взять сегодняшнему пенсионному фонду какие-то суперпоказатели, чтобы выглядеть намного лучше вчерашних частных пенсионных фондов? Тоже хроническое в течение всех 17 лет, тоже хроническое дефицит доходных, интересных, вкусных, скажем так, финансовых инструментов. Откуда ему взяться в стране, где все находится под прессом, понимаете, где экономика не развивается, где все замонополизировано, зарегулировано, законтрализировано. Эта система называется государственный капитализм. Да, где полностью убит уже, даже не задавлено, практически убит, малый, средний, там и любой бизнес, кроме квази-государственных компаний и монопольных отраслей. Откуда взяться этой жизни живой? Я вот люблю этот пример сравнивать, да, еще в 99-м году мне доводилось ездить, изучать банковскую пенсионную систему Гонконга, Сингапура, да. Вы знаете, нам показывали перечень инструментов, куда они могут инвестировать, в том числе пенсионные фонды. Мелким шрифтом исписано четыре с лишним страницы. Там, начиная от морских портов и атомных электростанций и кончая апельсиновыми и пальмовыми рощами. Вы понимаете? Там, да, там, как говорится, ну такое поле деятельности. И весь этот организм живой. Весь он постоянно дышит, постоянно изменяется, постоянно перемещается. Цифры постоянно, как говорится, прыгают. То есть и специалисты вот ловят максимально благоприятный режим, вылавливают свою рыбку, обеспечивают хорошую доходность и так далее, и так далее. Но у нас же нет такой картины. У нас полумертвая поляна, где пожухшие листья, где желтая трава, где вообще нечего даже употреблять. Скажем так, понимаете? Но были попытки в виде народного IPO каким-то образом возобновить работу, возвратить. Были попытки, которые еще больше обнажили неработоспособность вот этой вот всей вот этой схемы. Нашей стране, по крайней мере. Возвращаясь к нашей основной теме. С одной стороны, есть возмущение части казахстанцев, которые недовольны тем, что их деньги без их ведома решили направить на бюджетные нужды. С другой стороны, к сожалению, многие очень слабо информированы о том, что происходит с их деньгами. Они даже не интересуются тем, что происходит с этой так называемой десятиной. Я предлагаю посмотреть видеоопрос, который подготовлен нашими коллегами из Астаны. Они сегодня буквально опросили. Астанчан, как они относятся к тому, что правительство решило пойти на такие планы? Взять деньги из пенсионного фонда и направить их на поддержку экономики. Вообще раньше приходило СМС, уведомление на почту. Сейчас ничего такого нет, но вообще зарегистрировано в ГЦВП. Ну, сейчас же у нас один фонд государственный. Поэтому у меня такое полное доверие. И раньше, когда это было как бы частное предприятие, тогда все было прекрасно, всегда уведомления приходили. Ну, хочу знать на сегодняшнее положение, как оно у меня идет в мои накопления, сохранности, в целостнее ли они вообще. Вот для этого я и прослеживаю, как бы собственно мониторим ведут. Ну, с одной стороны, экономику поддерживать надо, но и народа бежать нельзя, я считаю. Если какие-то гарантии будут, что это все вернется людям обратно, то почему бы и нет? Ну, не всегда даже государство может дать такие гарантии, на мой взгляд. В данный момент, думаю, да, сейчас такое время. Если будет толк, развитие, то да. Абсолютно отношусь к этому вопросу негативно, то что это наши деньги, которые перечисляем мы для нашего будущего. А завтра правительство будет нести ответственность и гарантию за наши пенсионные отчисления. Не будет ли такого, что завтра опять будет скачок, и они скажут, а мы не виноваты. Вот такие вот мнения. Я напоминаю, что мы сегодня говорим о пенсионных накоплениях. У нас в студии Айдар Алибаев, руководитель неправительственной организации «Финпотребсоюз». Мы услышали мнение Станчана, и поступил один вопрос. Он очень коррелирует с последним мнением респондента. Вот спрашивается, кто обещает возврат, и кто несет ответственность, если деньги возьмут из пенсионного фонда? Как и к кому я могу обратиться по поводу непонятного вопроса пенсии, если сотрудники фонда скажут, что денег нет? Почему не сам рук казана отдает? Почему не коррупционеры? Вот такой вопрос. Нет, ну, давайте, во-первых, не будем так ставить вопрос, как вот читатель ставит, что денег там нет. Ну, что за это? Нет, он говорит, если в дальнейшем денег не будет, кто будет отвечать за эту ответственность? Ну, если в дальнейшем их там не будет, знаете, мы так в своих предположениях можем дойти, знаете, куда. Деньги есть. Деньги... Вот, кстати, я совсем недавно на нашу семью пришли выписки с единого пенсионного фонда. Удивительно. Да, на всех членов, которые работающие, все получили. Вот, то есть в этом смысле явных таких каких-то, знаете, вот оснований для таких вот рассуждений, раз, и там денег нету, я не вижу для этого оснований, для таких разговоров. Это раз. Второе, если говорить об ответственности, то, конечно, ответственность за сохранность и обеспечение определенной доходности в первую очередь, конечно, несет сам единый накопительный пенсионный фонд, во-вторых, несет национальный банк, сегодня он является оператором, управляющим этими пенсионными активами, так что с этой точки зрения текущее законодательство пенсионное принципиально вообще ничего не изменилось. Все нормативы, все правила изложены в текущем законодательстве, за исключением, я говорю, изменилось только то, что фонды превратились в один. Вот и все. Наш постоянный пользователь Аблай задает вам такой вопрос. Господин Алибаев, вы говорите, что народ все проглатывает и молчит, но ведь молчит не только народ, но и сырьевые олигархи, как, например, группа компании НРС, которая торжественно на встрече с западными инвесторами в Астане поклялась построить в Казахстане целый миллион квадратных метров жилья. Я вот, к сожалению, не помню, было такое заявление или нет. Что вы можете сказать на данный счет, учитывая, что в горно-металлургической отрасли Казахстана занято порядка 200 тысяч человек? Понятно, что им, олигархам сомнительного происхождения, теперь невыгодно строить такие колоссальные объемы жилья по ценам девальвированного тенге. Ваша реакция? Ну, вы знаете, если говорить об этих олигархах, я понимаю, о ком идет речь, то иначе как демагогии с их стороны, обещание построить сколько там миллионов квадратных метров или сколько, то другим словом я не назову. Потому что даже уже произнося эти слова, тот человек, который эти слова произносил, он знал, что он никогда не будет этого делать. Вот и все. И насколько, как говорится, безответственно это заявление, это на его собственной совести. А если говорить о наших олигархах в целом, так называемых олигархах, то единственное, что я могу сказать по отношению к ним, просто-напросто по отношению к ним со стороны государства, не хватает контроля, жесткости и четкой работы закона. Спасибо. Тот же Аблай спрашивает вас, какой объем чистой прибыли получали пенсионные фонды от огромной суммы в 28 миллиардов долларов? Нет, ну чистой прибыли это можно легко посчитать. Обычно, значит, он спрашивает про частные пенсионные фонды. По всей видимости, про частные, но упоминает цифру 28, значит, наверное, и единые пенсионные фонды. Ну, я вам скажу и так, доходность единого пенсионного фонда сегодня и доходность, историческая доходность, если посмотреть частных пенсионных фондов, оно в принципе все между собой, эти цифры коррелируются. По одной простой причине, как я вам уже говорил. И те пенсионные фонды, и этот пенсионный фонд, они все обеспечивают доходность, зарабатывают на одной и той же поляне, которая вот на нашей собственной казахстанской бирже. Доходность это, ну, она, конечно, в жирные времена, она была повыше там и так далее, да, это величина не постоянная, но она, как правило, вот сегодня лежит, скажем так, в интервале от 4 до 7 процентов годовых. Ниже уровня инфляции. Опять же, о какой инфляции говорить? Если говорить об официальной инфляции, то, в принципе, оно где-то между собой, где-то о ней. Очень хорошо смотрится в паре, скажем так, никаких оснований для беспокойства нет. Если же говорить об инфляции, которую ощущают граждане магазинах и на базаре, то это, как говорится, тема отдельного разговора. Возможно, он спрашивает не про доходность, а про чистую прибыль. То есть он имеет в виду заработок. Ну, чистая доходность, это одно и то же, перевести проценты в натуральные цифры и так далее. Это несложно посчитать. Просто мы сейчас не будем с вами заниматься этой арифметикой. Мурат из Кустаная задает такой вопрос. Есть ли такой механизм, прописан ли он в законе, кто несет ответственность в случае неудачного вложения? И компенсируется ли такой случай из бюджета или нацифонда? Вы знаете, неудачное вложение – это с точки зрения вообще функционирования мировых рынков финансовых. Это нормальное, как говорится, вложение. Существует определенный временной отрезок, допустим, год, условно, или квартал возьмем. В течение этого квартала, когда оперирует какой-то управляющий, какой-то оператор, какими-то деньгами, что значит неудачное вложение? На момент вложения это было удачное вложение, потом рынки повели себя по-другому, произошли какие-то сбои, произошли какие-то события, где-то началась война, где-то цунами что-то снесло, и вдруг вчерашний удачный вложение инструмент вдруг оказался неудачным. То есть существует множество факторов, которые могут сделать удачным и неудачным, и наоборот, неудачным и удачным. Качество работы управляющего финансами, неважно, банковскими, бюджетными или пенсионными, заключается в том, чтобы он на выходе давал хороший результат, и чтобы он имел определенный уровень знаний, для того, чтобы предугадывать поведение тех или иных инструментов, минимизировать вот эти риски и наоборот максимизировать какие-то доходные, позитивные моменты. Вот и все. А в каждый данный момент времени произойти может с любым инструментом все что угодно. А по результату каких-то временных отрезков мы можем заключать какой-то вывод об эффективности того или иного управляющего финансовыми потоками. Мурат также спрашивает, компенсируется ли, насколько я знаю, в законодательстве предусмотрена такая норма, что если есть доходность ниже уровня инфляции, из бюджета это компенсируется. На выходе, уже при получении пенсии. Тайбэй из Кандагаша спрашивает, по Конституции запрещено ухудшать положение граждан. Почему те, кто родился до 95-го года, должны выходить на пенсию в 60 лет? Законы, ухудшающие положение граждан, не имеют обратной силы. Старую пенсионную систему лучше не трогать, а новая должна только дополнять ее. Вот такое мнение. Вопрос данного зрителя вашего, наверное, я отнесу к категории риторических. Когда закон принимался о повышении пенсионного возраста женщинам, моя точка зрения известна, я об этом много интервью давал и статей писал, я противник того, чтобы женщинам повышали пенсионный возраст. Тем более в условиях, когда в стране такое серьезное, непростое экономическое положение с тенденцией на ее дальнейшее ухудшение. Но, как говорится, закон принят, закон подписан, и не за горами, когда он начнет вступать в силу. Пользователь Зерия пишет, когда создавался единый накопительный пенсионный фонд, говорили вкладчик, сам может выбрать инвестиционный портфель. К сожалению, этого сделано не было. Летом этого года председатель правления НПФ Руслан Ирдинаев заявил, что 42% портфеля НПФ – это государственные ценные бумаги, 31% – это корпоративные облигации, имитентов казахстанских, 13% пенсионных активов вложены в банки в качестве депозитов. Я не вижу кардинальной разницы в качестве портфеля. То есть такой портфель был и во время частных фондов. Тогда зачем создавался НПФ, если они вкладывают все наши средства в одни и те же инструменты? Этот вопрос тоже категории риторические? Ну, просто, понимаете, мы с вами уже эту тему затрагивали. Отчасти. То, что принципиальные разницы между тем, что происходило на казахстанской бирже, между картиной тех лет, когда функционировали частные пенсионные фонды, и сегодня принципиальной разницы нет. Наоборот, я с вами соглашусь, ситуация даже ухудшилась, потому что все-таки пенсионные фонды сами, они достаточно много чего привносили в деятельность. Ну, были относительно конкурентные игроки, да, на бирже. И в этом смысле, да, действительно, с точки зрения доходности, принципиальных изменений нет. Зверя дальше спрашивает. Не кажется ли вам, что просто государству понадобились деньги вкладчиков для своих нужд? К примеру, нашими накоплениями уже закрывают дыру в бюджете страны. Ведь сам Килимбетов заявил, что 400 миллиардов тенге будут потрачены на покрытие дефицита бюджета. Ну, я думаю, вот это данная ваша зрительница, она сама прекрасно сама ответила на свой собственный поставленный вопрос. И мне даже здесь трудно что-то добавить. Она спрашивает, не кажется ли вам? Кажется. Кажется, все-таки кажется. Молодому поколению до пенсии еще далеко. Это третья часть вопроса Звери. Но наши накопления уже обесцениваются за счет инфляции и девальвации, то есть они теряют свою стоимость. Что мы получим лет через 30? Мы не проживем свою старость на свои накопления. Тут еще и собираются взять наши деньги на финансирование проектов. Но, судя по опыту реализации, ни один проект у нас нормально не работает и не приносит доходы. Как вы считаете, есть ли риск невозврата средств, которые будут потрачены на проекты? Вы знаете, вот этот вопрос, да, он уже, я бы, наверное, так сказал, он выходит за рамки чисто экономической проблемы. Этот вопрос уже переносит нас с вами, знаете, в политическую сферу, в которой я хочу сказать. При данной политической системе рассчитывать на серьезные, кардинальные, позитивные изменения в экономике не приходится. Не приходится. И поэтому, если будут изменения, то только в сторону ухудшения. И мы это прекрасно видим, потому что нефть падает в цене. Это объективный процесс. Нефть падает в цене, бюджеты недополучают. Из-за этого закручиваются гайки, высасываются деньги из населения по всем, по всем сусекам, по всем щелям. Но при этом, при этом государство, зажимая гайки на этой стороне, они никоим образом не заботятся о том, чтобы наладить эффективное, разумное, хозяйское расходование этих средств. Ведь безалаберное, тотальное воровство так и продолжается на том конце, хотя с приходом денег происходит все сложнее и сложнее, а расходование средств так и остается бесконтрольным, безалаберным, коррупционным. Более того, все-таки в стране есть резервы. Помните, вот эта интересная цифра прошла в прессе, что если бы по количеству на душу населения у нас чиновников было бы по японским стандартам, то у нас за место 100 с лишним чиновников, которые сегодня функционируют в стране на разных уровнях, было бы всего 9 тысяч. Вот столько чиновников в Японии, исходя из расчета на душу населения. То есть вот этих бюрократов. У нас армия ничего не производящих, исключительно низкоэффективных, но при этом нечестных и вороватых коррумпированных чиновников, эта армия исключительно огромна, и вы знаете, она буквально гирей висит, гирей. Вот вам, пожалуйста, резервы и с доходами в бюджет и так далее, и так далее. Вот с чего можно было бы вполне эффективно начинать. Вы знаете, на недавнем экономическом форуме в Алматы финансист Эльдар Абдразаков, основатель группы компании «Сентрос», отвечая на реплику о том, что нас ждет с нашими пенсионными накоплениями, какое будущее ожидает, ближе к старости сказал, что нужно понять и простить. Вот это была цитата «понять и простить». На мой взгляд, это совсем уж пессимистичный такой сценарий. Как вы считаете, это реалистично или пессимистично? Знаете, во-первых, Абдразаков, он может себе позволить так говорить, что он может себе позволить простить свои пенсионные накопления, потому что, как говорится, ему и без этого неплохо живется. А если говорить об основной части населения нашей страны, то, конечно, ни о каком понимании и ни о каком прощении речи быть не должно. Люди должны быть активны, отслеживать свои пенсионные накопления, не стесняться задавать вопросы. И я думаю, что говорить о том, что вот как вот ваша последняя зрительница, задававшая вопрос, что с пенсионными накоплениями придут, а там ничего нет, я думаю, что об этом до такого дела не дойдет. Но свои интересы в части защиты своих пенсионных накоплений и свои права надо интересы защищать, а права соблюдать. Спасибо вам большое, что приняли участие в нашей программе. Спасибо нашим зрителям, которые задавали свои вопросы. Сегодня мы говорили о будущей пенсии, о том, на что стоит надеяться казахстанцам ближе к старости, что будет с нашими пенсионными накоплениями. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok